Это территория городского автопарка. Здесь более пяти гектаров земли. Сейчас здесь находятся автобусы, которые давно вышли из строя. По решению мэрии, посредством аукциона они были проданы на металлолом. Как вы видите, уже сейчас идет разбор металла, но долго территория простаивать не будет. Уже в середине лета сюда прибудут новые автобусы из Китая. Тысячу автобусов из Китая будут поступать партиями. 500 в этом году, еще столько же в течение следующего года, а пока идут работы по подготовке места для стоянки. В течение месяца территорию расчистят, обновят асфальт и установят ограждение. Сейчас автопарки, вышедших из строя автобусов, 300 штук. Все они будут разобраны на металлолом. Затем мы подготовим стоянку для нового транспорта. Сейчас дополнительно мэрия решает вопрос выделения участка для расширения автопарка, так как еще будет построен автосервис для обслуживания автобусов. А первая партия автобусов уже почти собрана. Президент Садыр Джапаров во время госвизита в Китай посетил завод в городе Дзинань, где главе государства продемонстрировали автобус из первой партии. С этим заводом мы и ранее сотрудничали. В феврале в Бишкек поступили 120 единиц автобусов, которые сегодня курсируют по столичным маршрутам. Они были закуплены на бюджетные средства, как и планируемые тысячи штук. Главная особенность нового общественного транспорта – это высокая вместимость. Созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, оснащены видеокамерами, USB-зарядками для мобильных устройств. Но и главное – не наносят вред экологии, так как работают на газе. 67 автобусов к нашему приезду было готово с эмблемой города Бишкек. Дизайн тоже хороший. И качество мы проверили. 100 автобусов мы уже получали. Это качество европейские стандарты. Экологически чистые автобусы, качественные автобусы. Они хотят помочь нам за свой счет в станции технического обслуживания, потому что обслуживание должно обслуживаться. Поэтому такая работа идет. Но в последующем при встрече с нашим президентом был разговор, что в последующем сборка этих автобусов, что нам было дешевле. С июля месяца начнут поступать. Если 100 автобусов готовы, 100 уже перегонят. Следующая задача – набрать штат водителей, подготовить новые маршруты, так как главное для городских властей не только обновить автопарк, но и обеспечить общественным транспортом все районы столицы, постепенно вытеснив маршрутки на обслуживание второстепенных дорог. С поступлением новых автобусов полностью закроется потребность города в общественном транспорте.